Мы часто слышим слово любовь, но мало кто понимает значение этого слова в истинном смысле. Иисус говорил, что посеет человек, то он и пожнет. Поступайте так, как хотели бы, чтобы поступали с вами. В этом весь закон и пророки. Так вот, как же любит Бог на самом деле? Он не относится к нам эмоционально, как это накладывают люди на слово любовь. Он не делит нас на своих и чужих. Так как же он все-таки оценивает нас? Ну вот, в этих фразах, что посеет человек, то и пожнет, и заключается истинное понимание любви. А так же поступайте с другими так, как хотели бы, чтобы с вами поступали. И вот эти два предложения, как раз и показывают истинное понимание любви Бога к человеку и ко всему. То есть, Бог дал закон. Этот закон, это его воля. Это и есть его воля, проявление истинного блага и любви ко всем. То есть, он не смотрит с точки зрения предрассудков, кого любить, кого не любить. Если человек нарушает закон, он за это получает. В хорошую сторону или в плохую, это уже не зависит, Бог любит его или не любит. Сам человек строит свою жизнь. И сам человек сеет. И что он сеет, то он и пожинает. И как он поступает с другими, так же поступит и с ним. Вот и все. Вот она истинная любовь. Истинная божественная любовь. То есть, Бог не вмешивается на самом деле. Но он не позволяет нарушать гармонию. Он абсолютную любовь. То есть, он абсолютная гармония. Это и есть абсолютная любовь. Но тот, кто нарушает ее, он наказывает сам себя. Мудрецы говорят, наказание находится в самом человеке. Не нужно порой даже наказывать человека. То есть, если вы не накажете кого-то, это не значит, что человек будет не наказан. Создадутся условия, при которых придет подобный к человеку, такой же злой, такой же агрессивный, такой же корыстный и так далее. И они, два вот таких подобных, будут грызться между друг другом. Это и будет наказание. Или другая ситуация, так же может создаваться. Поэтому, если человек складывает в себя бороться с чем-то или с кем-то, оставаясь в любви, то есть, принятие ситуации, принятие другого человека, пускай даже несовершенного. Почему сказано, возлюбите ближнего своего, как самого себя, возлюбите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. То есть, имеется в виду, принимайте людей. Это не значит, что если кто-то совершает плохо, то вы должны агрессивно к нему относиться. Да, вы можете препятствовать этой агрессии, но без внутренней агрессии собственной. И надо понимать, что люди сами несовершенны. И даже следуя каким-то нравственным или другим критериям, не значит, что человек следует высшим пониманиям чистоты. Поэтому, какой мерой, на каком уровне вы это меряете, то есть, мера – это уровень вашего видения, уровень вашего развития сознания, широты видения, с какой мерой вы меряете, такой и вам будут мерить. То есть, если вы судите своей мелкой такой мерой, чисто человеческой, обыденной или тоталитарной, так же будете вы судимы. Бог скажет вам, а что ты мне говоришь там о какой-то любви, ты защищал какие-то идеалы, а на самом деле ты преследовал собственную меру вещей. То есть, ты не смотрел на другого, как любящий брат. Ты относился к другому, как к врагу. Главное, чтобы у вас внутри была чистота. Чистота – это и есть принятие. То есть, не обязательно, что вы будете любить в том понимании, как это люди понимают. Но, отпуская на волю Бога какие-то ситуации, какие-то вещи, принимая, даже врага принимая, не пытаться злиться, ничего не обижаться, а принимать и события, и злых людей. Это и есть истинное понимание божественной любви. А Бог уже сам решит, как поступить. Вот когда вы отдаете это на волю Бога, вы отдаете это на волю истинного правосудия, на волю истинной любви. И Бог уже в своем понимании истинной любви будет вершить правосудие, не вашими мерками, а истинными справедливыми мерками. Это и есть понимание истинной любви. Истинной божественной любви.